Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам про такую важную тему, которая называется метрики мобильных приложений. Зовут меня Сибриков Александр. Я основатель платформы InGrow, которая позволяет управлять и оптимизировать пуш-компании для мобильных приложений. Мы очень круто работаем с мобильными метриками. До этого я работал в компании Яндекс, платформе от Метрика и помогал крупным E-ком, банкам, проектам в настройке мобильной аналитики и использовании мобильных инструментов. Сегодня хочу поделиться с вами этим опытом. К содержанию. Почему метрики важны? Почему именно нужно с ними работать и в чем залог успеха? Какие бывают виды и типы метрик и как они соотносятся с задачами, которые они решают? Поучимся интерпретировать метрики, найдем какое-то решение, которое позволит нам делать это правильно и соблюдать методологию. И несколько советов по работе с метриками, которые облегчат вам и систематизируют подход. Итак, поехали! Представьте себе, что вы владелец продукта, нового приложения мобильного. Давайте посмотрим на стадии развития стартап-проекта от идеи до уже полноценного рабочего продукта. Есть такое понятие в стартап-индустрии, как долина смерти. То есть фактически это становление продукта и проверка его рынком. Так вот, по средней статистике 90% стартапов долину смерти не проходит. Статистика, на самом деле есть статистика, но если посмотреть на причины, то одна из них, и она достаточно серьезная, это умение работать с аналитикой. Как вы думаете? Вот ответьте сейчас себе на вопрос, в каком месте нужно начинать работать с аналитикой. Все правильно, когда у нас появляется MVP-версия продукта, Minimal Viable Product, самая начальная версия, которая позволяет найти Market Fit. Как только продукт появился, таким образом у нас есть метрики, которые мы можем снимать с него и понимать, как идут дела у продукта, и принимать решения по поводу его дальнейшего развития. Второй вопрос на засыпку. Как вы думаете, когда нужно начинать задумываться о метриках и подбирать платформу аналитики, выбирать, какие метрики мы будем использовать? Все верно, до появления самого MVP, то есть первой версии продукта. В целом ничего страшного, если, например, этот момент упущен, но вы пришли и вернулись к нему позже. Никогда не поздно начать, лучше поздно, чем никогда. Хорошо, есть продукт, настроена аналитика. А что дальше? Вообще, говорят, зачем нам метрики нужны? Метрики позволяют нас уберечь от неверных решений и направить нас в сторону верных решений для того, чтобы достичь успеха. И поэтому, когда мы работаем с метриками, недостаточно их иметь. Важно еще, что мы можем работать с ними, мы можем правильно их интерпретировать и делать из них правильные выводы. А неправильные выводы не делать. Давайте вспомним пользовательский путь и задачи, которые возникают вместе на этом пользовательском пути. На примере мобильного приложения у нас есть установка. Дальше пользователь попал в мобильное приложение, он проходит онбординг. Соответственно, вы знакомите его с мобильным приложением, рассказываете, какие есть возможности, как он может использовать текущие фичи для достижения своих целей. После этого пользователь обучается, он начинает возвращаться в мобильное приложение и решает свои задачи с помощью вашего продукта. Дальше или одновременно с этим он монетизируется и в конце концов приходит к тому, что влюбляется ваш продукт, становится лояльным пользователем, рекомендует ваш продукт своим друзьям, знакомым, близким и продолжает оставаться счастливым клиентом. Так вот, для того, чтобы понять, может быть, что происходит с пользователем на каждом пути, можно так условно разделить, что есть своего рода задачи, которые относятся к каждому из этапов пользовательского пути. Вот если посмотреть в целом на проект, то есть как чувствует себя проект, хорошо он себя чувствует или не очень, какие у него показатели, есть проектные метрики. Например, метрика установок, то есть количество пользователей, которые установили приложение за период времени. В случае мобильного приложения, правильно будет выразиться, это девайсы, потому что фактически считаются уникальные девайсы. Пользователи, это уже другой момент, соответственно, тут нужно про это помнить. А также активные пользователи или активная аудитория, как это может интерпретироваться. То есть, например, если мы смотрим активную аудиторию за день, то это дневная аудитория или DAO. Если мы смотрим за период месяц, то это месячная аудитория или MAO. Соответственно, чтобы получить MAO, нужно просто график аудитории, группировку сделать по месяцам, и тогда мы получим, например, уникальное количество пользователей за месяц и наш показатель MAO. И еще один из важных показателей, это, конечно же, сессия. Сессия — это какой-то сеанс взаимодействия пользователей с мобильным приложением, в общем виде, когда пользователь запустил мобильное приложение, повзаимодействовал с ним, и дальше момент, когда сессия заканчивается, он так или иначе определяется владельцем приложения или платформой мобильной аналитики, которую вы используете. Здесь вопрос такой к вам. Как вы думаете, откуда берется активный пользователь в отчете мобильной аналитики, с которой вы работаете? На самом деле, это пользователь, у которого была сессия за период. А сессия откуда берется? Как ее посчитала ваша платформа мобильной аналитики или какие вы использовали механики для расчета? И количество сессий, например, может варьироваться. То есть, в лице пользователя он запустил мобильное приложение, потом закрыл его, отвлекся на звонок, поговорил одну минуту, потом вернулся в мобильное приложение и продолжил. Будет две сессии или одна? Как вы здесь ответите на этот вопрос? Правильного ответа нету, зависит от реализации. И здесь просто хочется понять и донести такую простую мысль, что даже такие базовые метрики рассчитываются исходя из тех правил, которые определяет платформа мобильной аналитики. И правильно будет, когда вы выбрали какой-то инструмент мобильной аналитики, понять, что подразумевается под той или иной метрикой. Давайте договоримся в следующем. Я на сегодняшнем уроке не хочу давать вам огромное количество метрик. Вы наверняка кто-то знаком с мобильными метриками, и это скорее лекция для него, чтобы освежить знания, сделать систематизацию знаний. Кто-то совсем не знаком, но их достаточно большое количество. Я не все знаю, и когда я беру какую-то новую метрику в обиход, я, как правило, знакомлюсь с ней лучше, смотрю, как она считается. Давайте поехали дальше. Привлечение. Вот на пользовательском пути такая задача, как привлечение пользователей мобильного приложения. Соответственно, какие здесь маркетинговые метрики, которые позволяют нам принимать решения. Клики. Количество кликов, которые сделали пользователи по рекламному объявлению. Конверсия. Процент. То есть конверсия, как пользователь из клика сконвертировался в установку приложения. CTR. Кликабельность. Самой рекламы на просмотрах. Отношение кликов к показам. Ну и CPI. Это стоимость установки, часто используемая метрика. То есть фактически сколько выходит стоимость одной привлеченной установки. Для маркетологов это важные необходимые метрики, на которые они смотрят. Например, там, conversion rate. Это показатель, который сигнализирует о том, насколько релевантный трафик наливается. А также нет ли в трафике фрода. И на основании этого уже могут сделать выводы. Ну, CPI, конечно же, влияет на саму экономику мобильного приложения с точки зрения, что вы закладываете такую стоимость на установку. И, соответственно, вы как-то рассчитываете, что внутри мобильного приложения вы получаете с пользователя денежку, которая или покрывает, или равняется этим расходам для того, чтобы экономика сходилась. Идем дальше. Монетизация. Целый ряд метрик, которые служат для того, чтобы характеризовать, как хорошо наше приложение монетизирует пользователей. Среди них очень популярны это ARPU. Это средняя выручка на пользователя. Все это в метрике, на самом деле, юнит экономики. Вторая. ARPU. Это средняя выручка на платящего пользователя. Когда мы хотим по платящим посмотреть, сколько каждый платящий пользователь у нас приносит. То есть, соответственно, какие-то здесь выводы из этого сделать. Средний чек. Метрика, часто используемая в e-комах. Когда есть повторные покупки и несколько позиций в корзине, работа со средним чеком, его увеличение. Процент платящих пользователей. У нас есть общая аудитория и есть процент платящих пользователей, которые совершают хотя бы одну покупку. Соответственно, работая с увеличением платящих пользователей, мы можем ощутимо повлиять на юнит экономику. Фактически увеличить монетизацию на каждого пользователя. Ну и повторные покупки. С какой конверсией пользователь совершает повторную покупку. Так как повторные покупки отличаются по своим свойствам. Если первая покупка, для первой покупки пользователю это сделать сложно, он впервые видит продукт, для него сложно принять решение совершить покупку, то в последующей покупке пользователи делают уже охотнее, с более высокой конверсией. Поэтому, как правило, их считают отдельно. Идем дальше. Продукт. У нас есть продукт, задача которого пользователей конвертировать по воронке из только что установивших в лояльных пользователей, которые возвращаются в приложение, хорошо монетизируются и довольны. Продукт решает как раз именно эту задачу. Среди метрик продуктовых, которые я бы выделил, основная это LTV. И, конечно же, все стараются на нее смотреть. У этой метрики есть особенность в плане того, что она означает то, какую выручку каждый пользователь для нас принес. У пользователя есть такой параметр, как время жизни в приложении. И определить время жизни пользователя усредненно – это задача, которая связана с эвристикой в том числе. И здесь включаются прогнозные модели. Потому что, чтобы посмотреть на пользователя, который у нас еще в приложении есть, и понять, как долго он еще пробудет, нам нужно какой-то прогноз построить на основании предыдущих пользователей, которые, пользуясь приложением, сейчас уже больше им не пользуются. Помимо LTV есть еще стоимость привлечения пользователя. Формально она не является продуктовой метрикой, так или иначе, потому что это стоимость привлечения пользователей. Но они очень рядом, когда стоят, фактически сигнализируют о том, насколько ваш продукт успешен, насколько не сходится экономика. Важно их иметь рядом под рукой. Возвращаясь к самой LTV, один из способов подсчета, он достаточно хороший. Он основан на том, что мы можем взять retention, то есть кривую возвращаемости пользователей, вычислить площадь под функции. Я такой сложный, хардкорный пример говорю. Конечно же, далеко не все так делают. И умножить на ARPU. И таким образом мы получим наш LTV на пользователей. И он будет достаточно хорошо и точно рассчитан. Тут ремарка по поводу LTV такая, что всегда задумываетесь над тем, когда какая-то платформа аналитики дает вам по метрике ответ, какой LTV у вашего продукта. По крайней мере, здесь нужно подзадуматься и посмотреть, как она считается. И уже взвесить решение по поводу того, доверять или не доверять этой метрике. К retention. Retention. Очень крутая метрика. И retention, как мы уже говорим, что она является основой LTV. И фактически это основа вовлечения пользователей в мобильное приложение и основу монетизации пользователей мобильного приложения. То есть если retention у продукта высокий, но монетизация низкая, то это хорошо, лучше, чем наоборот. Потому что монетизацию можно поправить, а retention поправить уже зачастую сложнее. Так, чтобы пользователи любили действительно приложение и возвращались в него. Как считается retention? Классический retention приведен. Фактически он учитывает возвращаемость пользователей на промежуток, на период N, по отношению к нулевому дню, когда была установка. И учитывает ровно в тот период, когда пользователь вернулся, он прибавляет значение по retention. Частные случаи retention – это retention первого дня, третьего дня, седьмого дня, тридцатого дня. Не обязательно так, не обязательно вы должны придерживаться и тоже смотреть на retention этих показателей. Суть в том, что чем, как правило, retention используется среди маркетологов, кто занимается привлечением пользователей. Поэтому чем раньше вы поймете по retention, насколько хорошо эта кокорда пользователей возвращается, тем быстрее вы сможете принять решение по поводу качества трафика, который к вам приходит. Поэтому retention стараются смотреть на первых днях, ну и потом дальше, вглубь, там, и тридцатого дня, и, может быть, дальше. А у менеджеров продукта задача такая, чтобы retention на каком-то моменте, что вот когда первая часть пользовательской аудитории на первый день отваливается, потом отваливается еще немножко, чтобы он сохранял максимально постоянное значение на длинном хвосте. А помимо retention отчета, есть еще и rolling retention. Хочу, да, еще дополнительно обратить внимание, потому что он достаточно крутой тем, что фактически может показать вам величину оттока пользователей из вашего приложения. Его отличие от классического retention в том, что он считает так, что если пользователь вернулся на период N или позже, соответственно, он прибавляется во все предыдущие. Соответственно, сама кривая rolling retention лежит выше, она такая равномерно убывающая или сохраняющая свое значение. И смотря на определенный день, вы можете увидеть, какой у вас отток пользователей из приложения. То есть фактически пользователи вообще уже оттекли и к нам не возвращаются. Это очень круто, когда вы хотите определить, например, что произошло с оттоком с вашим продуктом после изменений, которые вы сделали. Продукт вообще сам по себе это нечто целое и единое, но так если посмотреть под микроскопом, он состоит из каких-то фичей, которые составляют продукт, ступеньки продукта. Фичей одна, две, может быть несколько, большое количество. И для фичей тоже есть метрики у менеджеров продукта, которые позволяют судить о том, насколько хорошо они работают. Ну вот посмотрим пример. Фича в поисковую панель. Мы добавили в наше приложение поисковую панель, хотим понять вообще, ну вот какие у нас вопросы возникают. Насколько востребована поиск, насколько востребована эта фича, какое там количество пользователей там сконвертируется в первый раз использование, какое количество пользователей там продолжит использоваться, использовать поисковую панелью, вот. Ну и какое количество пользователей получит, каком результат от того, что он воспользовался поиском. здесь метрики фичи я приведу несколько ну во первых это конечно же конверсия фичу то есть насколько хороша видимость этой фичи то есть как пользователь исходя из того что он увидел что это фича появилась да как какое большое количество пользователей сконвертировалась в эту фичу дальше как эта фича приводит пользователя к целевому действию то есть как пользователь который начал пользоваться фича и на он там дошел до того что совершил поиск да там попал на нужную карточку товара и еще одна метрика который хочу здесь привести это возвращаемость если пользователь первый раз попробовал и у него получилось результат надо закрепить и повторить соответственно как пользователи возвращаются и продолжают использовать эту фичу и конечно же здесь могут быть ваши собственные метрики которые вы определяете для того чтобы оценивать фичу которую вы добавили как посчитать вот эти вот метрики которые мы с вами определили для этого как правило существует платформа мобильной аналитики и если мы понимаем какое нам нужно события то мы можем какая нам нужна метрика то мы можем определить какие события нам нужно для того чтобы ее собирать эти платформа аналитики они работают с автоматическими событиями которые собираются автоматом да например это там старт сессии установка активный пользователь и так далее есть еще события которые нужно настроить самостоятельно они как раз таки и будут давать ответы на наши вопросы по метрикам которые мы определили ну например вот корзина да мы хотим понять сколько пользователей там добавляют в корзину поэтому мы заводим такое событие когда вы работаете с мобильным приложением да и где метрики не заводили не вы есть особенность то что вы можете посмотреть на метрику и сделать вывод по поводу нее что-то корзина соответственно это наверное добавление в корзину но на самом деле это не так событие может быть названо как угодно и здесь правильный будет подход спросить у человека кто заводил это событие что он действительно значит может быть у него есть там карта событий где есть описание сути этого примера двигаемся дальше мы посмотрели метрики по задачам теперь к интерпретации очень важно правильно интерпретировать и давайте посмотрим здесь простой пример вот у нас есть ltv ltv вырос на 3 процента какие выводы мы можем сделать из этого да вот там прокрутите у себя в голове например мы добавили фичу две недели назад наверное она помогла вот подрастить ретеншн или ретеншн у нас подрос за счет того что мы пользователей из нового там платного канала при подключили вот и они лучше идут в монетизацию или еще второй вопрос вот дневная аудитория упала на 10 процентов какая здесь причина то есть мы видим как бы следствие да какая причина что это изменение в продукте может быть было вот или может быть в какой-то стране просто пользователи получили блокировку там вашего продукта и не мог не смогли воспользоваться приложения на самом деле правильного ответа вот на эти вопросы можно сделать единственное то что аудитория упала на 10 процентов этот факт и его мы там отталкиваемся и ltv вырос на 3 процента это хорошо с точки зрения самого продукта но второй момент какие причины мы не можем здесь сделать правильный вывод чтобы понять лучше по причины нужно оперировать сальными метриками и использовать их по назначению вот например есть метрики роста да фактически они говорят только о том что как чувствует себя проект что в целом с ним происходит что пользователи там количество пользователей увеличивается или уменьшается как правило это метрики мау-дау установки прибыль вот что-то по поводу того что происходит с продуктом нельзя сделать вывод исходя смотря на эти метрики а метрики продукта основная как мы до этого и с уже смотрели это ltv ltv высокоуровневая то есть фактически это вершина айсберга она состоит из многих компонентов и каким образом мы можем понять как повлиять на ltv ну например если мы хотим ее работать с ней и растить ltv вот тогда мы должны понимать из как именно наш продукт рождает ценность для пользователя но вот возьмем пример проекта у где есть рекламная монетизация и обратимся такому подходу как пирамиды метрик вершина айсберга наш ltv и на него влияют метрики ctr кликабельность баннеров нашей рекламной монетизации возвращаемость пользователей и длина сессий соответственно каждая из этих метрик она также может разбиваться на метрики более простые где мы можем увеличить понимать как можно на них влиять и самое главное что понимать что произошло что привело к тому что ltv вырос на наши три процента вывод следующий что ltv это верхнеуровневая метрика и декомпозируйте и и смотрите и по частям которые на нее влияют помимо этого метрики должны быть однозначные то есть однозначно отвечать на ваши вопросы используете метрики по назначению и тогда вы сможете достоверно отвечать на вопрос метрик не должно быть много их должно быть ровно столько сколько нужно вам чтобы ответить на ваши ключевые вопросы там по аналитике Знайте и помните, как считаются ваши метрики, чтобы их интерпретировать Ну и потратьте время для того, чтобы выбрать нужные релевантные метрики, с которыми вы продолжите работать Идем дальше Как работать с метриками? Еще одна важная часть, которую хочется рассказать Вот мы смотрим на отчет Retention Вы, допустим, маркетолог И вы видите то, что пользователи, которые пришли за последний месяц Средний Retention на седьмой день составляет 83% Что можно сделать вывод, смотря на эту картину? То, что Retention такой, да Но с другой стороны, мы можем посмотреть на пользователей Которые пришли с разных источников трафика Мы привлекаем с разных источников Есть, может быть, какие-то разные финансовые условия По которым мы получаем этих пользователей И, соответственно, эти пользователи будут вести себя по-разному И если мы включим группировку по источнику трафика То тогда мы увидим уже, что какие-то есть источники Которые показывают конверсию выше В Retention где-то ниже И уже из этого можно сделать вывод по источнику Что у нас есть часть источников, которые требуют оптимизации И отключения А другие источники требуют, наоборот, увеличения мощностей Для того, чтобы такого объема аудитории было больше Какой здесь можно сделать вывод? Вообще, говоря, аудитория, которая есть у нас в приложении Она характеризуется какими-то признаками Например, соцдем Да, то, что если пользователи молодые Они фнаты с техникой И их поведение будет отличаться от пользователей старшей возрастной аудитории Там 55 плюс Так, звучит логично? Логично Ну и, соответственно, это подтверждается на практике Помимо еще источника трафика, соцдем характеристик Важные перемены это географические Из какой географии пользователь пришел Это технические, например, операционные системы Что у пользователя iOS, Android На iOS пользователи больше платят На Android пользователей больше И так далее И, помимо всего прочего Еще какие-то специфические для вашего бизнеса Характеристики, которые вы можете и по-хорошему должны определить сами Ну, например, бизнес по доставке У него есть корреляция с погодными условиями Что если погодные условия ухудшаются, то спрос растет Итак, какие выводы можно из этого сделать? По-хорошему нужно определить значимые переменные И декомпозировать целую метрику по этим переменным В инструментах аналитики этот инструмент называется Группировка или Dimension Настраивайте Dimension И смотрите, например, аудиторию по географии Покупки по датам недели по сезонности И retention по источникам трафика И другие метрики И тогда, работая с такими дэшбордами Вы не пропустите каких-то изменений В каждой из групп Например, то, что retention у какого-то источника трафика упал А если вы будете смотреть на retention в общем Соответственно, вы рискуете и не увидите здесь полной картины Итак, подходим к выводам По нашей сегодняшней встрече Мы сегодня проговорили по поводу метрик Почему они вообще важны? На каком этапе нужно начинать с ними работать? Поговорили про жизнь пользователя в мобильном приложении А также какие возникают задачи у менеджеров продукта На каждом из этапов Поучились интерпретировать метрики И вывели общие правила И вспомнили про значимые переменные И систематизировали знания по поводу работы с метриками На этом прощаюсь с вами Желаю вам, чтобы ваши метрики только росли И успехов! До новых встреч! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok